Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, мы с вами на рынке подводим итоги прошедшего торгового дня. И особенно интересно, когда прошедшие торговые сутки были довольно содержательны в плане новостей. Вот вчерашний день как раз среди таких. Очень много инфоповодов, важных макроэкономических отчетов, чего стоило только одно сопроводительное заявление американского регулятора обо всем этом. Давайте поговорим чуть подробнее, чтобы понять, как действовать дальше. И не стоит ли нам изменить по ряду инструментов нашему прежнему оппозиционеру. Начнем, давайте, как и всегда, с рынка нефти. Тем более, что сейчас мы можем говорить, возможно, о непросто коррекционной, опять же, сессии, которую мы видели вчера, но и еще одном потенциальном развороте, который может вернуть котировки черного золота и бренда и WTI, в зависимости от того, какой актив находится в поле зрения, опять же, вашего внимания, к более низким ценовым значениям. Вчера, собственно, на дневках, если смотреть, у нас нарисовалась неплохая разворотная свеча. Я не часто, скажем, не балую вас техническими факторами, техническими индикаторами, но всегда обращаю внимание на очень важную информацию, которую, в принципе, сейчас и обозначена. Это разворотная полноценная модель со всеми признаками того, что эта свечка может стать началом дальнейшего отката. И, собственно, эта техника подтверждается проверенными многолетними результатами исследований всем известного Билла Уильямса, который, в принципе, обращает традиционно во всех своих книгах на то, что, если и стоит искать подсказки, опять же, в техническом анализе, их нужно искать непосредственно в самих освечках. И вот надеюсь, что это не пустой звук, это не то, что лишь ведет нас в заблуждение. Надеюсь, что это еще один аргумент, еще технический, для того, чтобы мы с вами сохраняли уверенность, что котировки нефти должны, в принципе, идти вниз. Причины ослабления. Как вы знаете, после отчета Американского института нефти, который просигнализировал о том, что запасы снизились, мы тут же с вами развили эту тему, нашли причины, из-за чего это произошло. Увеличение загрузки нефтепрерабатывающих заводов, проследили причинно-следственную связь, тенденцию роста процентного эквивалента, насильное увеличение спроса на нефт на 150-160 тысяч бат. В общем, нашли ответы, из-за чего слом между, опять же, статистикой по запасам произошел, и мы видим данные не со знаком плюс, а со знаком минус. И это то, что, опять же, снижение запасов по данным Американского института нефти, увеличение загрузки нефтеперабатывающих заводов, это было байсом для ожидания и от специальных статистов, данных о том, что запасы сократятся. Но как следствие, уже как факт, уже реальные цифры, которые вы сами видели, на самом деле сокращение запасов не произошло. Запасы увеличились плюс 1,6 миллиона против прошлого роста, плюс 0,86 прогноз был на отметке сокращение на минус 200 тысяч баррелей в сутки. То есть мы снова говорим с вами про прежнюю фундаментальную поддержку нашей с вами идеи, когда высокие показатели импорта все равно бьют даже рост загрузки НПЗ. Получается то, что запасы увеличиваются и в Штатах, в мировой экономике запасы также зашкают. Собственно, чтобы далеко не отходить от цифр, по американской статистике запасы снова на исторических максимумах. Уже 11-й недели подряд, думаю, что эта неделя будет 12-й роста количества нихных терминалов. Все это приводит нас к идее того, что поддержка для медведей более крутая, чем у быков. И эта поддержка полностью нейтрализует эффект повышенного спроса на бензин и позволяет локально уже не так активно обсуждать рыночные, оптимистичные ожидания того, что сделка по ограничению производства будет продлена до конца 2017 года. Из макроэкономических отчетов еще хочу обратить ваше внимание на сегодняшний рейс по активности в сфере услуг Китая. Здесь снова просадка. Вслед за промышленностью снижается и сфера услуг. Еще одна предпосылка для продолжения нисходящей динамики экономического роста Китая, что в целом должно сказываться на объемах и будущих показателях спроса. У нас до конца этой недели еще есть пару очень крутых релизов по штатам, которые могут поддержать американцы, если позиционирование изменится, и оказать большее давление на котировки нефти. Ну и отчет Backer News, который традиционно замыкает неделю, у нас завтра уже ближе к закрытию торговой сессии. Я на утреннем рейтинге снова акцентирую ваше внимание на то, что нужно обратить больше, опять же, на этот релиз больше внимания. Мы это, собственно, и сделаем. Друзья, я думаю, что сейчас не нужно отказываться от коротких позиций по нефти. Еще раз делаю акцент на то, что это мое субъективное мнение, но вижу ваши комменты, вижу ваши вопросы, вижу, как вы с большим удовольствием озвучиваете и аргументируете собственную позицию видения рынка. Могу сказать то, что с уверенностью я не один такой. Большое спасибо, что вы, многие из вас тоже лоббируют идею продажи, понимают, в чем ее экономическая целесообразность, и понимают, что как, собственно, не прыгай, но притяжение все-таки возьмет свое, и мы вернемся к первоисточникам и основным показателям фундамента, который будет иметь логичную трактовку. В данном случае логичная реакция на фундамент по рынку нефти – это распродажа этого актива, и не просто локальный, на несколько процентов. Мы можем идти на тестирование по бренду в район 50 долларов за баррель и замахиваться на более, собственно, нисходящие котировки. 56,43 доллар против рубля. Ослабление нефти оказалось вчера импульс, девальвация для корпуса российского валютного актива. Но пока, опять же, не будем говорить ГОП, ведь еще по позиционированию у нас не произошло серьезного прыжка. Настроение может очень быстро измениться, если нефть снова найдет и возможности для роста. Мы будем говорить, как и раньше, каких-то незыблемых сейчас и невидимых для рынка экстремумов, куда стремится рубль вопреки всей фундаментальной картине. В данном случае, все-таки, как и раньше, для долгосрочных трейдеров я не хочу вас переубеждать. Мы можем ставить на потенциал ослабления курса рубля, потому что он куда более вероятен, опять же, чем дальнейшее укрепление. Особенно, если и нефть окажет нам поддержку в плане исполнения задуманного и достижения тех целей, которые мы с вами поставили ранее. Доллар японская иена. Статистики было очень много вчера. Данные по американскому рынку труда, ATP, это отчет, который предвосхищает Non-Farm Fails, пятничный, завтра уже эта статистика. Пока давайте поговорим про EDP, 263 тысячи новых рабочих мест в частном секторе. Прогноз 187 тысяч, то есть статистика и факт лучше прогноза и лучше прошлого релиза. Собственно, после этих данных мы тут же увидели, как активизировались интересы к доходности американских. Трежи из десятилетки выросли до отметки 2,37. Ну, все равно значения довольно скромные, довольно низкие. И доллару пока не приходится искать прежний, который мы уже неоднократно видели, поддержки, а в том, что происходит сейчас на национальном рынке долга. Индекс деловой активности ISM 55,2 с 57,6. Кто-то скажет, что снижение – это плохо. Ничего подобного. Я отмечаю то, что 57,6 – это значение, которое мы видели в прошлом месяце. Это был не просто показатель лучше за несколько месяцев. Это было значение самое лучшее за последние 15-16 лет. И то, что сейчас мы чуть скорректировались, не меняет тренд устоявшейся восстановления, указывающий на то, что сфера услуг продолжает развитие. И сфера услуг как раз и создает большее количество рабочих мест, которые очень важны для нас, кто ориентируется на статистику по рынку труда, и важны для ФРС, которые отталкиваются подавляющим образом от того, что происходит в этом секторе американской экономики. Что касается протокола заседания ФРС, здесь есть что сказать. Во-первых, что меня приободрило. В частности, американский регулятор сделал очень правильный, на мой взгляд, акцент на то, что общественность и в целом рынок нужно готовить к любым важным изменениям, которые будут происходить в монетарной политике. Ни в коем случае нельзя создавать ожидание того, что ставку ни в коем случае не повысит, а ФРС, видя то, что вероятность этого крайне низка, и рынок не закладывается под такие изменения, берет и повышает. Почему этого не будет делать ФРС? Потому что американский регулятор сейчас очень, скажем, болезненно реагирует на все проблемы, которые происходят с американским фондом рынка. Поэтому панику, разумеется, собственными силами они провоцировать не будут. Максимум это рост волатильности, но ни в коем случае не создание предпосылок для ослабления американской фонды. Это говорит о том, что ФРС будет и дальше снабжать нас и весь рынок жесткой риторикой тех изменений, которые произойдут с политикой дальше в ходе 2017 года. Уверен, что в большинстве, скажем, последующих заседаний, которые еще состоятся до конца этого года, то есть их будет четыре, как минимум двух, мы увидим еще повышение процентной ставки. И надеюсь, что к этому моменту у нас будет еще и соответствующая поддержка политического характера, что позволит нам развернуться по американцам. Но сейчас я разворачиваться по паре доллара и японской иены с краткосрочных, более медвежьих ориентировав не собираюсь. Поэтому вчерашняя динамика, она еще раз доказывает нам, что мы правильно рассчитали с вами краткосрочные перспективы и, возможно, если рынок, опять же, не покажет должной реакции на вероятно сильный лист по нору фармфэллс, завтра мы сможем оказаться ниже отметки 110. Если же все-таки этот негативный тренд по паре доллара и японской иены будет осломлен, то в понедельник мы с вами вернемся к покупкам даже через краткосрок этой валютной пары. Из других комментариев, которые были сделаны американским регулятором, то, что повышение ставок уместно, то, что рынок труда восстанавливается, риски глобальные снижены, хотя было пару календарев относительно риска, связанных с выборами в странах Европейского Союза, но акцент на них сделан был незначительный, поэтому особо даже и зацепиться было не за что. Ну и нам не нужно видеть какой-то негатив. Это не меняет риторику американского регулятора. Если ФРС считает, что ставки нужно повышать, глупо нам считать, что условия для этого еще не подходящие. Кто-то скажет, что рынок отреагировал через слабый доллар на решение американского регулятора приступить к сокращению баланса ФРС. На текущий момент составляет 4,5 триллиона долларов. Я хочу отметить вам, что сокращение баланса – это еще одно подтверждение того, что политика будет более жесткой. Разве это причина для ослабления доллара? Думаю, что нет. Видимо, мы не увидели рост американцев только по одной причине. Все трейдеры, участники рынка сейчас ждут встречу формата президента США и президента, собственно, КНР, транс-си, в принципе, можно так сказать. Соответственно, от того, какие, собственно, суждения нам удастся услышать, какую риторику, от того, будет ли Трамп поддерживать прежние заявления, касающиеся протекционизма, каким образом он попытается надавить на Китай по ядерной проблематике, будут ли обвинения в адрес того, что Китай, Народный банк Китая, осознательно провоцирует диверсионные войны, оставляя курс национальной валюты. Это все очень важно, конечно же. И завтра, и в пятницу мы будем крайне внимательны к этим комментариям, мы посмотрим и примем уже решение, придем к выводу, что для рынка является определяющим. Все-таки политика, либо макроэкономическая статистика. Это неделя показательная. Поэтому в понедельник перестанем с вами уже метаться, определим конкретное направление, конкретный вектор, и будем его придерживаться. Дальше, фунт против доллара. Здесь, если раньше, в начале недели мы с вами обращали внимание на статистику по активности в промышленности, о строительном секторе, и видели в этом, собственно, негатив, оправдывали снижение британца, то вчера как раз статистика поддержала, опять же, британцев, потому что данные по активности в сфере услуг оказались очень неплохими. 55 с 53,3 – это лучшее значение за последние три месяца. И в целом можно сказать то, что ослабление национальной валюты, которое мы наблюдали в последнее время после Brexit, оказало поддержку, а национальным производителям повысило их конкретную способность, оказалось еще на ряде секторах, которые связаны с потреблением. Ну и я вижу здесь еще и негативный фактор, связанный с тем, то, что девальвация валюты является основной причиной роста индекса потребительских цен. Соответственно, роста инфляции – это то, что сказывается, влияет на потребительскую активность и может быть базисом для более скромных показателей ВВП. В целом, 2017 год мы вместе с теми, кто ориентируется на торговлю фунтом и исследовать за показателями ВВП, начали на очень скромных значениях. Я думаю, что данная картина пока меняться не будет. И еще хочу обратить ваше внимание на негативный, на мой следующее, серьезный момент. Вчера, собственно, состоялась встреча и голосование Еврогруппы по поводу, собственно, процедуры и хода переговоров, связанных с процессами Brexit. А что касается тех решений, которые были приняты, Европейский парламент проголосовал за то, что процессы голосования по Brexit должен быть более жестким. Это значит то, что вряд ли Англия сможет сохранить доступ к единому европейскому рынку. Это может, безусловно, произойти только в том случае, если граждане Европейского Союза, соответственно, смогут трудоустраиваться, смогут работать и проживать на территории Англии. И также в качестве условия было обозначено то, чтобы Лондон признал юрисдикцию Европейского Суда по правам человека. Тогда Еврогруппа рассмотрит возможность того, чтобы Англия все-таки сохранила доступ к единому европейскому рынку. Из негативных моментов также я считаю, что стоит выделить иск, который я уже неоднократно отмечал, то, что такое присутствует на сумму 50 миллиардов фунтов, ну, 60 миллиардов евро примерно. И Еврогруппа отметила то, что Англии, как ни крути, но придется исполнить свои фискальные и правовые обязательства. То есть эту сумму придется оплатить. Переговоры, как мы с вами ожидали, скорее всего, будут очень жесткими. Конфронтация. Нарастает очень много несостыковок, очень много разногласий. Каким образом Тереза Мэй будет бороться со всем этим, как ей и удастся ли вообще преодолевать это и отставить прежде всего. Национальный интерес – это все-таки вопросы самого ближайшего времени. Первые итоги должны быть оглашены уже ближе к концу апреля. Мы за ними, безусловно, следим. Но в связи с тем, что нарастает такая негативная картина, нет ясности и определенности. Мы видим, что и макроэкономический фонд тоже может очень быстро разочаровать. Не забываем про референдум в Шотландии. Я никак не могу позволить себе купить британцев. Поэтому, как и раньше, его продают. Австралиец снижается. Мы с вами обратили внимание на очень серьезную проблему, которая была обозначена Резервным банком Австралии по поводу высоких уровней задолженности, роста заимствований, которые темпы роста, опережают темпы роста доходов. Это серьезная проблематика. Ее ни в коем случае не стоит опускать из виду, если вы торгуете австралийцем. Нужно понимать то, что, исходя из этого, скорее всего, Резервный банк Австралии будет задумываться о том, как бы изменить условия кредитования на внутреннем рынке, чтобы привести всю ситуацию к более устойчивому положению дела. Я думаю то, что ставку нужно снижать. То есть снижение ставки – это мягкая экономическая политика, это подтверждение того, что на курс национальной валюты будет оказано еще большее давление по этому австралийцу. Сейчас котировки по-прежнему очень высоки – 0,7542. Мы недалеко ушли от сопротивления 0,77, хотя обычно австралийцы не волатильный актив. Но потенциал снижения, он не то чтобы сохраняется, он сейчас как никогда высок. Я предлагаю вам ориентироваться на пробой поддержки 0,75-0,74. Евро против доллара снижается. Регулярно мы слышим комментарии о том, что трейдеры и участники рынка, которые верят в то, что ИЦБ выйдет из программы количественного смягчения либо поднимет ставки, были, скажем, несвоевременными. В частности, вчера член управляющего Совета Европейского Центрального Банка Лея Камин снова обратил внимание на то, что даже если и будут обсуждаться возможности сокращения программы количественного смягчения, это будет не споро и вряд ли произойдет в этом году. А ставки уж тем более останутся на столь низких значениях вот до, возможно, конца 2018 года. И, собственно, сам Европейский Центральный Банк уже со ссылкой не на отдельную личность, а на сам регулятор, было отмечено то, что первые, опять же, разговоры, обсуждения кулуарные в рамках представителей ИЦБ по поводу сворачивания программы количественного смягчения стоит ожидать не раньше конца лета. А что касается прежних стимулов, то, как и раньше, в беспрецедентных, опять же, объемах, они сохраняют свою актуальность и позволяют нам говорить про все те же самые причины долгосрочного ослабления евро. USDCAD почти добрался до нашего с вами сопротивления 1.35. Вчера, помимо резонанса еще от слабой статистики канадского происхождения, нам помогла и нефть. Если сегодня снижение нефти продолжится, уровень 1.35 падет, и мы сможем сфиксировать еще один профитный ордер по этому до этого валютных активов. Из важных событий сегодняшнего дня. 15.30 следим за заявками по пособиям заработки. В 16.30 выступление Вильямса, представителя американского регулятора встречи, Трампа и, собственно, председателя КНРС, состоится сегодня, но точно время пока неизвестно. И в 23.00, не совсем тривиальное время, но будет возможность послушать то, что думает о текущей монетарной политике сам Драги, который возглавляет ИЦБ. Об этом уже поговорим с вами завтра в ходе утреннего брифинга, который, как и всегда, состоится в 9.30 по московскому времени. Собственно, на этом все, друзья. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, все, кто забыл, напоминаю, канал на Ютубе к вашим условиям. Задавайте их там, оставляйте ваши комментарии. И не забывайте ставить лайки, большие пальцы. Имеют очень большое значение для меня. Ну, я думаю, что не составит особого труда сделать это с вашей стороны. Большое спасибо за внимание. Удачной дорогой сессии. И не забывайте про необходимости контроля за риской. Всего доброго. До свидания.